здравствуйте дорогие соратники как там нормально слышно в общем сегодня хотелось бы вам озвучить две интересных темы первые вчера вытарта скворцовый заявил о том что паспорта будут вносить ваше согласие на трансплантацию то о чем я вам говорил прямо пропорционально загону всех наших граждан электронность стоила на электронные мерка медкарты они будут пытаться максимально быстро сформировать рынок доносных органов в москве стоит 30 тысяч на очереди на запад во всех аэропортах женщины голубыми сумочками течение часа-двух перевозят любые органы но распилить человека это около миллион долларов вот как я вам рассказывал про водительского удостоверения с чипом проводительского удостоверения с чипом будут вноситься в том числе все ваши медицинские сведения поэтому если данная инициатива скворцова пройдет в госдуме в виде закона она об этом заявил можно быть совершенно уверенными что в том как только вы покажете паспорт в банке или вы увидят коллектор вопрос что за кредит а у нас как известно вся страна в кредитах как в репейне как предложат рассчитаться почкой и черный рынок будет неимоверен и включая то что с учетом всех систем тотальной слежки которые можно осуществлять через смартфоны все странные сети требуют вашего доступа к вашему местоположению то как только узнают что у вас стоит в паспорте позитивная метка положительные но а ее будут положительной ставят по умолчанию к сожалению это раз а вот тут второй еще подруг а если ты отказываешься ты должен будешь отказаться в этом едином регистре то есть будет создаваться единый медицинский регист который станет электронным рынком для органов и фактически если вы не захотели в этот регистр входить то по умолчанию будете источником для обогащения и вот здесь очень интересный момент прямо пропорционально тому как значит галопирует кризис кто-то очень хочет поживиться на ваших органах и вот здесь как мы можем видеть что это просто золотое дно для рыночной медицины ваши органы потому что люди как правило не торгуются лишь бы быть подвинуть себя в очереди один момент а второй момент недофинансирование госбюджета этих лекарств чтобы органы не отторгались где-то 60 процентов и несмотря на это находят всевозможные схемы для того чтобы так сказать ну вы просто для рыночной медицины ваши органы это клан дайк я не хочу чтобы стали жертвами поэтому относитесь более внимательно к что надо нужно всем депутатам комитета госдумы по здравоохранению писать свои протесты против донорства по умолчанию что мы категорически отказываемся внесения персональных сведений населения в этот единый медицинский реестр и в условиях бандитско-коллекторского государства в условиях киберпреступности и многочисленных безответственности цифровых властей ставим вопрос о том чтобы ну поставить чтобы они данный законопроект не понимали чтобы россия не стала источником органов потому что были случаи когда две с половиной тысячи детей наших установленных за границу официальный мид италии признал разрезанными на органами сербе три тысячи человек или не распилили детей только детей и плюс в на донбассе была та же самая ситуация потрошили не глядя поэтому риски для нас в рыночном государстве когда уже пытаются монетизировать даже наши органы и создать этот электронный реестр электронный банк наших органов для чего и создается все эти электронные карты он очень сильный и главный момент забирайте свои медицинские карты из поликлиния пока их не цифровали а все остальные походы видите на бумажках